Кулачные бои на Руси были весьма опасным занятием. На боевище выходили и мальчишки, и мужчины, а иногда даже вельможи. В бою все были равны. Часто кулачные сражения заканчивались убийствами, а бойцы зачастую не соблюдали вообще никаких правил. Но это не мешало действию быть крайне популярным и собирать многочисленные толпы зрителей. Невозможно точно сказать, когда на Руси стали проводить кулачные бои. Но упоминания о них можно найти в «Повести временных лет» летописца Нестора, которая датируется 1048 годом. Есть теория, что, принимая участие в этом действии, мужчины выражали свое уважение божеству Перуну, который по преданиям оказывал покровительство смелым воинам. Очень часто поединки организовывали во время праздников, например, Масленицы или Красной Горки. Бились и на свадьбах, и на похоронах. Сегодня боксерские перчатки не вызывают удивления ни у кого, как и защитный шлем. А ведь и в Древней Руси существовала экипировка для участников боевища, состоящая из меховой шапки и рукавиц. Чтобы сделать удар более мощным, в рукавицы нередко вкладывали куски свинца, камни. Только указ Екатерины I, подписанный в 1726 году, запретил это делать. Бойцы стали придумывать другие способы утяжелить рукавицы. Например, зимой их мочили водой, которая на морозе замерзала. И это сказывалось на жесткости удара. Как сегодня спортсмены готовятся к серьезным состязаниям, так и раньше готовились к кулачным боям. За несколько дней до поединка из рациона исключались спиртные напитки, а физическим упражнениям, банным процедурам и калорийному питанию уделялось большое внимание. Перед поединком бойцы начинали своеобразную пляску, подражая движениям медведя. Считалось, что тогда сила мощного животного войдет в тело. Участники проходили по улицам города с песнями, раззадоривая себя. Шествие заканчивалось на месте боя, где мужчины строились в ряды. Первыми стояли самые юные участники, они же и начинали драку. Следом с криком «даешь боя» устремлялись мужчины постарше. Самым популярным был трехэтапный бой стенка на стенку. Первыми схватывались мальчишки, потом юноши и только потом взрослые. Целью было заставить стенку противника отступить или убежать. Руководил сражением вожак или боевой староста. Были и нападающие, которые назывались «надежда». Старинный вид боя — сцепной или сцеплянка-свалка, при которой строй не соблюдался и каждый участник отвечал сам за себя. Этот вид сражения частенько приводил к человеческим жертвам, поскольку олицетворял собой массовые бои без правил. Самый уважаемый бой сам на сам. Некий аналог старинного английского бокса. С той разницей, что на Руси не было принято бить лежачего. Англичане же стали придерживаться этого правила лишь с 1743 года. Поле — так называлась народная юстиция на Руси. Сейчас на обидчика подают в суд, а в древности вызывали на кулачный бой, который заканчивался смертью одного из участников, признаваемым при этом виновным. Не брезговали этим видом разбирательства и знатные особы. Например, боярин мог нанять бойца для участия в схватке. В случае проигрыша боярин терял какую-то вещь или земельный участок, а наемный боец — жизнь. В 1832 году при Николае I бои назвали «вредной забавой» и запретили. Однако в праздники русские люди любили помахать кулаками. После революции 1917 года этот вид боев стали называть пережитком и в отдельный вид спорта не выделили. А когда модными стали восточные единоборства, молодежь практически забыла об этом виде боев. Субтитры создавал DimaTorzok